Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. Сегодня у нас мясная тема, колбасная тема, тема копченостей, вкусных интересов. В последние ролики у меня выходили колбасы, ветчина в квадратных формах. И многие мне начали писать, да сколько можно, давай уже круглую, нормальную, человеческую колбасу, всем привычной формы. Ну вот давайте этот год и завершим такой круглой колбасой. На канале есть очень популярный ролик, это колбаса богатырская в крупном калибре, в бараньей синюге я ее делаю. Но там идет говядина, и в последнее время говядина стала очень-очень дорогой. И многие спрашивают, а как бы вот колбасу побюджетней? При этом такой вот парадокс в текущем мире, что у нас самой бюджетной колбасой с текущими ценами на курятину стала колбаса из свинины. И вот сегодня покажу вам версию, у нее название у этой колбасы, я вот для своих друзей-товарищей ее так называю, для потребителей, колбаса доброславская, крупноформатная. Будем делать ее также в бараньей синюге, либо в оболочке калибра 60-65. Сырье будет 100% свинина, двух частей, двух отрубов. Здесь у меня лопатка, соответственно лопатку я измельчаю на вот такие кусочки. Вообще постное мясо, жира совсем-совсем здесь у меня у этой лопатки немного. Измельчать я буду на мясорубке с решеткой 5 мм. То есть это при базовом наборе 3-5-8 стандартном, то есть это средняя по размеру решетка мясорубки. Второй составляющей доброславской. В колбаске будет грудинка. То есть 50% эта лопатка, 50% это грудинка. Удаляю шкуру, снимаю ее со шкуры грудинку. Грудинка обычная, современная, не очень, так скажем, жирная. То есть по жирности здесь не более 30% жирности. Лопатка у меня также не очень жирная. Жирность лопатки не больше 10%. И в среднем получится жирность колбасы в районе 20%. То есть ориентируйтесь на эти параметры. Грудинка плюс лопатка, чтобы итоговая жирность у вас получилась в районе 20%. Удаляю сейчас шкуру и такими вот полосками длинными по размеру жерла мясорубки я, соответственно, распускаю грудиночку. И также через весы, как и лопатку. Шкуру я не выбрасываю, шкуру я всю собираю, кидаю в морозилку. И когда наберется там энное количество килограмм шкурки, можно сделать из нее вкусную, нормальную, интересную такую закусочку в каком-то пивном стиле. А также она, кстати, понравится и зожникам, которые любят коллаген, содержащие продукты. Но это будет отдельная история про шкурку. А грудинку я буду измельчать на решетке 8 миллиметров. То есть используйте, если у вас бытовая мясорубка, самую крупную решетку из вам доступных. Лопатка и грудинка имеют разные, так скажем, фактуры по мясу, несколько разный цвет, несколько разную структуру. И измельчаем мы лопатку более мелко, она более постная у нас, грудинку более крупная. Она у нас более такая жирная, относительно более жирная, да, и более фактурное мясо в грудинке. И за счет комбинации вот там 5 миллиметров, или можно было даже на троечке измельчить, соответственно, лопатку. Хотя мне на тройке не очень нравится, слишком мелко. И более крупной грудинке срез получится более интересный, более насыщенный, визуально более принятный нашему глазу срез. Да, была бы говядина, срез был более мощный, более интенсивный по цвету. Но стоит задача сделать более экономную, более дешевую, но не менее вкусную колбасу. Погнали измельчать грудинку. Получилось у меня 4 килограмма 100 грамм фарша. Если видите, постной, мелко измельченная, это лопатка, и крупное измельчение с жирком, это, соответственно, грудинка. Специи и пряности вношу, соответственно, в фарш. И распределяю их по всему объему. Все раскладки, граммовки, чего, как, сколько, я напишу вам в комментариях первым закрепленным и в описании ролика. И эта колбаса достаточно пряная, интересная. Здесь в составе есть такие традиционные вещи, как перец черный молотый, чеснок, немного имбиря. Я добавляю сюда мускатный орех, кориандр. И есть даже чуть-чуть тмина. Первый взгляд может показаться очень странное и непонятное сочетание, но получается очень вкусно, очень ароматно и очень годно. Вымешивать фарш можно, сами знаете, с помощью фарша-меса. Но у меня здесь 4 килограмма, и как бы доставать большой фарша-меса из-за этого, ну, явно не хочется. Можно использовать планетарный миксер, можно. Но у меня сейчас Настя печет хлеб, там что-то вымешивает, и уж не стал я ждать. Так, фарш прокрутил, и поэтому по старинке руками сейчас я буду вымешивать фарш до нужного состояния. Вымешиваем, как и на все колбасы, аккуратно, нежно, но при этом, подходя ко всему этому делу, ответственно. Я всегда в фарш вношу небольшое количество воды. Вода, которую мы вносим в фарш, нужна не для того, чтобы увеличить массу колбасы. Нет, друзья мои. Она нужна для того, чтобы облегчить вымешивание фарша, распределение соли, пряностей во всем объеме. Чтобы хорошо разошелся сахар, который также есть здесь, у нас фарша. Ну, и в соответствии от ваших представлений о колбасостроении, можете добавлять, можете не добавлять фосфат. Такой камень преткновения. Я сторонник того, что фосфат в разумных дозировках никоим образом колбасе не помешает. А с учетом того, что у многих из вас неизвестного происхождения мяса, неизвестные его характеристики, фосфат поможет сделать фарш на колбасу чудесным и замечательным. Вот, сейчас я вот все разогнал. После этого иду, мою мясорубку. Фарш у меня минут пять постоит. Соль поработает. И я уже завершу замес фарша до однородного липкого состояния. Но рисунок уже сейчас начинает прорисовываться. То есть, вот вы видите, какой должен рисунчик получиться у нашей будущей колбасы. Симпатичный, интересный, с крупными вкраплениями жирка. Вымешиваем фарш до однородного липкого густого состояния. По температуре. Я начал работать с мясом температурой плюс два, плюс три градуса где-то. Оно лежало у меня в холодильнике. Измельчил его на мясорубке и, соответственно, сразу приступил к замесу. После мясорубки я не измерял температуру фарша. Вот сейчас, ради интереса, померял. Температура у меня, она 12,8, если быть точным. То есть, где-то вот до 13, даже до 14 градусов можно производить замес без проблем, когда вы добавляете фосфат. Не старайтесь супер-супер-супер энергично вымешивать фарш. Равномерно, плавно, монотонно. Как вот, например, мы вымешиваем тесто. Если с тестом работали, то данный вариант будет очень хорош, как вымешивать тесто. Теперь я сейчас переложу в миску, уберу в сторонку. Здесь есть достаточно крупные кусочки фарша, то есть, там на 9-миллиметровые решетки я резал. Поэтому я дам постоять фаршу пару часиков, пока позанимаюсь своими делами. И будем приступать уже к набивке батонов. Оболочку сейчас замочу сразу. Будем набивать и производить термообработку и копчение. Все покажу, расскажу. По большому счету, конечно, схема будет достаточно классическая, привычная. И ничего такого сверхъестественного и необычного в ней не будет. Но вы сами просили. Рецепт простой, вкусной, интересной колбасы. Фарш постоял, я своими делами позанимался. И теперь переходим к набивке наших простых доброславских колбасок. Калибр колбасок будет серьезный. Я хочу сделать это где-то 65-й диаметр нашей будущей колбасы. Использовать я буду в данном случае это баранье синюга. Нет у вас возможности найти баранье синюгу, нормальную баранье синюгу. То, соответственно, используйте какие-то оболочки коллагеновые, фиброзные. Именно вот калибра 65-70 миллиметров. То есть данная колбаска, я предпочитаю, чтобы была крупного среза. Выглядит она тогда симпатично, нарядно, по-богатому. И может смело тогда называться любимой сестрой. Но более простой версии богатырской колбасы, которая так многим из вас полюбилась. Дальше все очень просто. Набиваю колбасу. Как набивать различные оболочки в стенку. Не так давно был ролик на канале, как пример вот именно набивки в стенку. То есть старайтесь, чтобы цевка шла не параллельно оболочке, а упиралась в стенку оболочки. Неважно, какой у вас калибр будет, да, оболочки. И за счет этого получится гораздо меньше пор и пустот в вашей будущей колбасе. Ссылка на этот ролик оставлю в описании. Сейчас не буду на этом акцентироваться очередной раз. Формую я данные колбасы где-то 1,1-1,2 кг в батоне. Мне так нравится, мне так удобнее. Собственно, вот такой вот получается, так скажем, товарный батон. 1,250 кг у меня здесь получилось. Ну, уменьшать я не буду. Хотя вот синюга позволяет еще грамм 300 набить, то есть до полутора килограмм. Здесь уже смотрите, кому как удобнее размер батонов, так и набивайте. Если у вас где-то в момент набивки появляются поры, пустоты, стерильная иголка, которую можно там простерилизовать 70% медицинским спиртом. И аккуратненько прошлись по порам, выгоняем, соответственно, весь воздух, какой есть, он нам там не нужен. Прошли, посмотрели, все хорошо, все замечательно. Вот у меня сейчас удалось набить, нет визуально ни одной большой, как бы, поры, где есть воздух. Значит, и колоть смысла никакого нет. В цевке, как всегда, остается фарш. И извечный вопрос, а что с этим фаршем делать? Это же там какие-то мифические потери. Кто-то собирает этот фарш и в дальнейшем делает какой-нибудь мясной хлеб. Кто-то разжаривает его, типа, как котлетку. Я обычно добиваю полностью. То есть вот в цевке осталось. Беру перчатку, соответственно, которой закладывал фарш в колбу шприца. Можно взять просто кусок пленки скомкать. Можно взять какой-нибудь пакет пластиковый скомкать. Цевка меньшего диаметра. И, собственно, вот так вот продавливаем. Все. Перчатка темная, контрастная, видим. Выскочила. Готово. Здесь повнимательнее. Вот я сейчас вижу пузырь у меня есть такой достаточно крупный. Из-за ручной набивки. Но вообще ничего страшного. Я его сейчас прокалю стерильной иголкой. И, собственно, на этом все. Дальше что можно сделать? Можно просто завязать, подвязать. Можно заклипсовать с петлей. Часто бывает такое, что, ну, как-то вот сомнение. А выдержит ли? Очень тяжелая, очень мощная колбаса. Не оборвется ли она? Страшно всегда. Здесь можно использовать бечевку. Никаких проблем с этим нет. По большому счету можно сделать вот таким образом. Условно говоря, берем петельку. Ну, можно просто завязать. Можно полентяйски сделать, как я. Воспользоваться клипсатором. Положили. Клипс на месте. Все, да, есть. Приклипсовали веревку. И дальше погнали. Обычная обвязка. Там 10 сантиметров прошли. Обернули. Пропустили веревку. И такое вот плетение небольшое. Сеточку делаем вокруг колбасы. Три-четыре-пять раз, сколько вам хочется. Причем многим потребителям очень нравится, когда именно в такой вот обвязке с помощью бечевки отдаешь. Не знаю почему, но особенно мужчин любит, когда вот колбаса таким образом связана-обвязана. Перевернули и пошли в обратную сторону. Кстати, тут вязка, в принципе, та же самая, что показывал Илья в свое время вязка сыровяла. И дальше, опять же, где узел у нас. Прокрутили, закрутили и зафиксировали. Дальше вариации какие? Можно за петельку, которую обвязывают, подвешивать. Можно, соответственно, просто два конца вот таким вот образом соединить. Здесь пропустить бечевку. И будет выглядеть вот таким вот образом колбаса. Здесь уже, друзья мои, ну абсолютно ваше право, как сформовать данную колбаску. Здесь одного какого-то гениального, единственного верного и правильного решения, ну, не существует. Колбаски обвязаны и завешаны в камеру. Что ж, давайте начинать готовить. Готовить я буду в своей термодомовой камере от компании Hobby Smoke. Я уже неоднократно рассказывал об этой камере. На канале есть полный обзор на камеру. Кому будет интересно, переходите, смотрите. То есть, это полноценная камера, где есть конвекция, где есть пар, где можно устанавливать различные режимы варки, копчение производить. То есть, полный цикл приготовления колбасы. Вареный копченый, полукопченый можно проводить в данной камере. А можно просто варить, а можно использовать просто как варочную камеру. Можно просто делать дополнительное копчение после сувида. Вариаций использования очень много. Ну что ж, давайте запускаться. Просто включаю камеру. Обязательно на всех этапах должна быть включена конвекция. Включаю тены. Дымогенератор и парогенератор нам пока не потребуются. Как по большому счету ищу, который показывает температуру внутри изделия колбасного. Обдув мозгов постоянно включен, чтобы они не перегревались. Соответственно, на данном первом этапе камера герметична. То есть, вход и выход у нее закрыты. Температура на первом этапе я выставляю 45 градусов в камере. Камера герметично закрыта. Колбаса достаточно влажная. Через 30 минут я устанавливаю на камере 55 градусов. Выжидаю 15 минут. После этого вход и выход открываю и перехожу к этапу обсушки. Выжидаю еще 15 минут на 55 градусах. Потом переключаюсь на полчаса на 60 градусов. Переключаюсь после этого на 65 градусов. И уже по ситуации 15-20-10 минут. Смотрю, как будет у нас поверхность. Ровная, гладкая, сухая. Прямо вот такая вот аж хрустящая. Именно в этот момент можно переходить к следующему этапу копчения. Я не претендую на истину в последней инстанции. Я просто пробовал, экспериментировал, пришел к такому варианту. Мне он понравился. О этом варианте я вам и рассказываю. Копчение я буду производить на 70 градусах в течение 15-20 минут. Здесь уже смотрите, вот желаемого цвета, какой вы хотите получить. Мне такой супер насыщенный, супер мощный не нравится. Я обычно останавливаюсь на 18-19 минутах. То есть хотите, чтобы прям более-более такой загорелая поверхность колбаски была? Ну, делайте 20-21-22 минуты. Это, соответственно, касается камер Хобби Смоук. Если у вас другие камеры, либо просто коптильни какие-то, то ориентируйтесь на свою коптильню. Ведь данный рецепт можно сделать и даже в обычной духовке. То есть по классической схеме оттепляем, нагреваем, варим. И уже готовые изделия, например, если у вас есть отдельная коптильня, можно там закоптить. Я же после цикла копчения буду переходить к такому циклу, так скажем, как фиксации копчения. То есть в среднем на 15 минут я скину дым, вход-выход у меня будут открыты. Подожду 15 минут на том же самом режиме, что я коптил, но без дыма. Чтобы у нас дым на подсохшей поверхности еще лучше впитался в оболочку, проник в колбасу, зафиксировался в ней и не смылся на следующем этапе, на этапе варки. И на этом этапе, на этапе варки, я подам пар, установлю 80 градусов и буду ждать температуры в центре батонов 70 градусов. Дожидаюсь 70 градусов. После этого делаю так называемую контрольную варку, скидываю температуру до 75-73 градусов в камере, выжидаю 15 минут. То есть за счет этого времени разная немного толщина батонов, может не совсем точно воткнули термометр. Дойдет до нужной температуры гарантированно. И так скажем, зафиксируются наши целевые показатели по температуре. Вот для чего нужна контрольная варка. После этого, соответственно, достаю колбасу и есть два пути. Либо мгновенно под холодной водой остудить колбасу, чтобы сохранить гладкую, ровную, красивую поверхность у нее. Либо, если хотите уйти в сторону такого вот фактурная, рельефная поверхность колбасы была чуть-чуть выпуклая, так скажем, слегка подсохшая, то, соответственно, отправляем ее в холодное место на остывание. Сейчас вот там у меня в районе 0,2 на улице можно в беседке повесить, можно вывешивать в холодильник. Здесь уже варианты, возможно, разные. Можно с душеванием, можно без душевания. Здесь кому как больше нравится. Ну, ни на чем не настаиваю. Колбаса остыла. На 12 часов как минимум отправляю ее в холодильник. А после этого уже встретимся с вами на дегустации. Кому интересна такая же камера, как у меня от компании Хобби Смоук, в описании данного ролика оставлю ссылку. Переходите, смотрите, выбирайте. Есть такие же камеры, как у меня на 90 литров. Есть камера на 320 литров. Большого размера. У кого серьезные и большие задачи. Либо если вы только начинаете путь в копчении, в домашнем колбасостроении, изготовлении различных копченостей, то у компании Хобби Смоук есть более простые варианты камер. Есть отдельно дымогенераторы. Переходите, смотрите, выбирайте. И для моих зрителей, как всегда, от компании Хобби будет промокод на скидку в описании данного ролика. Не отключайтесь, впереди самое вкусное и интересное. Дегустация. Ночь прошла, колбаска отлежалась. Получается, ну посмотрите, как мне кажется, очень красивая такая, эротичная колбаса достаточно крупного калибра. Ну и давайте вот самую какую-то такую странную попробуем с вами разрезать. И отведаем, что же здесь получилось. Разрезаем пополам батон. А, ой, красотища. И я уверен, что это будет вкуснотища. Нарезаем небольшими колясочками и будем пробовать. Вот, казалось бы, нет ничего такого сверхъестественного в этой колбасе. Срез, ну достаточно такой сервелатный, с крупными краплениями жирка с грудинки. Но это простая и очень вкусная колбаса, которая нравится многим. Красота. Просто красота. Ой, и ароматика классная. Да в принципе, как говорится, то, что доктор прописал. Давайте попробуем. Оболочка вполне себе счищается. Нормально. Аромат хороший, добротный, домашний. Просто колбасы. Вот без понтов, наворотов, а просто колбаса. А это вкусно. Это всегда вкусно. Легкое копчение. Пробую. Когда вкусно, тогда вкусно. Просто, недорого, интересно. Все, как мы любим. Красота. Я очень доволен, что наконец-то снял ролик этой колбасы для вас. Повторяйте этот рецепт, и вам будет так же вкусно, как сейчас мне. В большом куску рот радуется. И таких колечек колбаски на один бутерброд нужно меньше, чем привычного 40-45 калибра колбасы. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого доброго, самого замечательного. Пусть ваши мечты сбываются. Будьте здоровы. А впереди нас ждет самое вкусное и интересное. Это я вам обещаю. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся. Продолжение следует.